Сегодня в Лондоне состоится очередное слушание по делу об экстрадиции основателя сайта Викиликс в Швецию. Соратники Джулиан Ассанджи уверены, обвинение в вознасиловании тут ни при чем. И высылки короля компромата добивается Пентагон по понятным причинам. К тому же на днях спецслужбы США затребовали у администрации микроблогов Twitter предоставить доступ к личным данным всех пользователей, имеющих от связи с Викиликс. Олег Кузин с подробностями. Это очередной непростой день для короля компромата. Свобода слова и мировая известность ему обходятся довольно дорого и в переносном, и в буквальном смысле. Джулиан Ассандж должен постоянно носить электронный браслет. У него отобрали паспорт и каждый день он отмечается в полиции. Плюс к этому залог в 240 тысяч фунтов стерлингов. Таковы были условия освобождения. Сейчас Ассандж живет в городе Бангли, на востоке Англии, у друзей. А сегодня он появится в Лондонском суде. На 11 января назначено очередное заседание о выдаче основателя Викиликс шведскому правосудию. На скандинавском полуострове его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Причем заявление подали сразу две женщины. Адвокаты уверены, дело сфабриковано. Все это происки правительства Соединенных Штатов, которые мстит Ассанджу за разоблачительные публикации. Во время моего пребывания в одиночной камере в глубинах викторианской тюрьмы у меня было время подумать над условиями, в которых содержатся люди в тюрьмах по всему миру. Условиями, которые куда тяжелее, чем были мои. Я надеюсь продолжить свою работу и доказать свою невиновность. Юристы, которые защищают Ассанджи, говорят, что в Швеции американцам будет проще добиться экстрадиции короля компромата на территорию Соединенных Штатов. Судя по всему, правительство США намерено не разбираться с собственными военными, которые хладнокровно расстреливали мирных жителей в Ираке, а наказать человека, рассказавшего об этом, и еще хорошенько припугнуть его сторонников. Стало известно, что американский суд обязал администрацию микроблогов Twitter предоставить данные пользователей, так или иначе связанных с Викиликс. Запрос об этом поступил из Министерства юстиции США. Следователи хотят получить сразу все – пароли, личные данные, список контактов. Американскую юстицию, в частности, интересуют учетные записи рядового армии США Брэдли Мэнинга. Именно он, по мнению следствия, обеспечил утечку компромата на Пентагон и Госдеп. А еще в прицеле американской Фемиды оказалась депутат исландского парламента Биргитта Йонсдоттир, предложившая сделать Исландию своего рода убежищем не только для журналистов, но и для интернет-ресурсов, вызывающих недовольство какого-либо правительства. Получается, что правительство требует от частной компании раскрыть личные данные. Мне нечего скрывать, я ни в чем не виновата. Дело не в нарушении права на распространение информации. Речь идет о преступлениях, совершенных правительством Соединенных Штатов. За свою гражданку, к тому же депутата парламента, вступила в правительство Исландии. Посла США в Рихявике вызвали для объяснений. Это очень серьезно, когда иностранное государство, Соединенные Штаты, требует личную информацию о гражданине Исландии, избранном должностном лице. И этот вопрос становится еще более серьезным, если рассматривать его в рамках соблюдения свободы слова и свобод граждан в общем понимании. Тем временем, в ряде западных СМИ появилась информация о секретном совещании американских прокуроров, которое состоялось в Вирджинии в середине декабря. Там решали, какие обвинения можно выдвинуть против Джулиана Ассанджа. И они могут быть посерьезней, чем претензии двух бывших шведских подружек. Олег Кузин, Вести.